Марошенька пришла проведывать, да? У меня вчера вечером пересадочки были. У меня тут и вчера вечером случилась просто удивительная вещь, которая меня слегка повергла в очень приятный шок. Мне пришёл донат на вот эту вот решёточку с совой. У меня слов нет на самом деле, потому что просто пришла сумма денег на упоротую сову, вот эту вот решёточку от Натальи. Я ещё Артёму не говорила, что мы едем за решёточкой. Вторую я, конечно, в квару заберу тоже. Но спасибо огромное Наталье. Для меня это было очень неожиданно и очень приятно. И вообще... Вот... Ми-ми-ми, лучик. Это же просто, ты представляешь? А теперь я всерьёз задумалась, а куда же эти штуки ставить? И пока у меня идей особо нет. Но я обязательно приду. Будет, конечно, неловко, если мы приедем, а их там уже нет. Но я сомневаюсь, что так выйдет. А ещё надо, конечно, Артёму об этом известить. Вот... Наверное, он будет очень удивлён. И скажет что-нибудь такое. Или посмотрит скорее. Да, он посмотрит. Спасибо огромное Наталье. У меня... Вот... Я осознать это всё до сих пор как-то не могу. Это просто прекрасно. Я... Я в восторге. Спасибо. В общем, сегодня у нас, наверное, будет день вывоза оградок из бязьмы. Ой, ну я не знаю. Артём пока ещё спит. И я ему ещё об этом не говорила. Поэтому... Сюрприз будет. Так, ты отцвёл? Вы пока... У меня адениумы пытаются зацвести. Но я уже как бы не надеюсь, потому что они такие заразы, что могут в последний момент бутоны скинуть. Вот этот зачем-то вот... Вот это вот делает, сушит. Вот это всё хорошо. А что тут будет, не знаю. Этот решил не цвести. И вот эти два маленьких. Ладно. Пойду дальше провоцировать Лучика. Мы поехали. Я чувствую себя золушкой, которую две феи крёстные отправили на бал. Потому что после Натальи вот появилась ещё феечка Светлана, которая перевела меня на вторую решёточку. Натик. Ой, это так трогательно. Спасибо большое. Артём, наверное... Что, тыква? Тыква? Нет. Кто, крыса? Я так не говорила. Кто? Кто? Говори. Я хотела сказать, что Артём, наверное, в шоке. И считает, что это излишнее расточительство и вообще. Ну, я на самом деле счастлива. Спасибо большое Наталье и Светлане. Очень приятно. Ой. Слишком близко. Недостаточно близко. Сейчас Артём ставит здесь прицеп. Поедем, съездим до Ванкомата. А это у Ворона вон там гнездо, что ли? Вон... Гнездо. Где? Вот. Башня. Вон, лесенка на ней. Ну, вот, смотрите по камере. Да, ну, с правой стороны. Да, вот он в гнезде сидит. Ворон. Клёво. А это жернова? Да. Прям в самом деле лишний? Да. Круто. А где такие берут? А это вот всё, то есть, привозят, где-то что-то оттапывают. Вообще. Вот они всё. Ну, да. Там он маленький, вот это большое, а там внутри вон конусная маленькая. Ага. И оно туда... Круто. Так. А это член циклопа, мы называем. Джаггернаута. А? Джаггернаута. Ну, это вообще насос сверху. Ну, да. Ставится. Вот. Откуль. Ага. Это всё естественное. Как её допёрли, то ещё. Ну, грузили там. Там много жаги, там, это, от военной техники там. А посмотреть могут? Да, вот сюда. А, вон ещё жернов стоит. Жернов жернов. Это сказали ворон, а не орёл. Это у них здесь. Вот. Прям вообще... Хочется спросить, а можно ли купить? Ну, как его допереть, непонятно. Это здесь, да? Да, да, да. Вот здесь вот, вот эта вот броня, получается. Вот она, бронь стоит. Это всё настоящее. То есть вот люк. Угу. Бронь. Это прям в стволы, да? Вот оно вот так вот, прям вот с этим вот ящиком ушло. Ага. Вот это вот. Ага. Вот это с ящиком. То есть, ну, переезжают, спрашивают. Вот это вот, ну, всё вот. Угу. Вот. И вон там вообще у нас. Это от танков колёса, а они с резинками, оказывается. Я что-то как-то не замечала. Есть про резины. Ну, я не знаю. Тут вот болванки. Ну, то есть, всё, что копают. Люки вот бронированные. Угу. Пушка, я вот хотела её тоже ещё посмотреть. Это прям оригинальная или это просто макет? Это заказ делали на Вязьму. На этот самый вокзал. Ааа. Но она по размерам большая. И осталась. То есть, она не доделанная. Тут ещё собираю, ну, имитацию доделать, короче, некому просто. Угу. По кузне у нас только за деньги всё делается. Угу. Ааа. Мы ковать не умеем. Поэтому. Угу. Угу. С мангалом можно. Смотрите продолжение в следующей серии. Может подложить что-то, чтобы она не лежала на жопеньке? А, тут две башни одинаковые. Думаю, как так? Я снимала ворона на башне, а она там оказалась. Наехал на кучу кротина. Их, наверное, пока поставить к крошеному вольеру, прислонить. Мы вдвоём поднимем? Ну да. Ну давай. Кроша в шоке. Ну чё, припёрли? Ну вот. Крутота же. Теперь, куда их втыкать надо придумать. А чё там сажать? У меня уже есть, например, на примете. Так, лучик не гуляет, лучик не видит. Если сажать клематис, и клематис это всё, скорее всего, закроют. Но на самом деле попробовать можно. Какой-нибудь не сильно обильный такой. А тут у меня вот есть вот такая роза. Скорее всего, это сорт фламентанц. Вот эти плети она за это лето вырастила. А вот это вот она цвела. Такие вот у неё остались семена. Если перезимуют плети, она будет на них цвести. И вот как раз её пересадить к такой штуке. Или даже такую штуку можно воткнуть сюда. И попробовать что-то с этим. О, шмель, привет. Ты в курсе, что скоро зима? Пофиг. Я ем цветочек. Вот. Будем пристраивать. Сова что-то не под кустом. Сейчас мы её побесим. Наталье и Светлане. Прям огромное-огромное спасибо. Я бы не решилась ни за что покупать их сама. Вот. А почему у меня засохло-то всё? Вроде сова ничего не кусала. Неужели это от засухи он так? Привет. А мы штуки привезли. Я сегодня к ней ещё не заходила. Я могу вполне огрести. У-у-у. Ага. Ещё кусочек на когте-то остался. Скажи, опять ты пришла со своими... Вот. У-у-у. Да-да. Артём, машину ставить. Ёлонька. Гу-у-у. Гу-у-у. Гуся оборочила. В общем, осень. Наверное, последняя тёплая неделька. Но ночью уже холодные. 9-7 градусов. Надо уже растения, которые прятаются от морозов, поближе к совешне стаскивать, чтобы их вовремя затащить. И гортензии такие. Ничего не знаем. У нас лето. Вообще, это геркулес. И он должен быть огромным. Ну, из-за засухи он вырос маленьким.